Библейский портал экзегет.ру представляет 45-я глава книги Бытия, перевод российского библейского общества, читаю его для библейского портала экзегет. Это главы о примирении и покаянии, я еще раз это назову. И покаяние братьев Иосифа, некогда продавших его в рабство, состоит не в том, что они говорят, ну извини, пожалуйста, так получилось, мы не подумали, а в том, что они проходят через испытания, Иосиф его подстраивает братьям, он велит им привезти из дому Вениамина-младшего брата, единственного, кто не участвовал, делает его своим любимчиком, явно это демонстрирует братьям перед всеми, и ждет. А как они от него откажутся, когда возникнет деликатная ситуация, Вениамин якобы виноват, это подстроено, но якобы виноват, Иосиф говорит, этот останется со мной, он будет моим рабом, а вы идите домой. И смотрите, для него беспроигрышная ситуация, если Вениамин у него остается, Вениамин невиновен в его продаже, Вениамин его братишка, он будет там с ним жить рядом, Иосифу не будет одиноко. А эти пусть вернутся, они не хотели признаться в своих грехах, ну и пусть идут отсюда. И мы говорили о том, что вот эта история, она некая параллель к образу грехопадения, к рассказу о грехопадении в третьей главе Бытия, к рассказу об убийстве Каина и Авеля, да, Каин, который убивает Авеля, который идет в следующий, четвертый. То есть это история про то, как человечество отдаляется от Бога и вступает в раздоры друг с другом, как примирить, как связать, как восстановить разрушенную связь. Через ритуалы, через слова, через чувства, и история Иосифа говорит, через действия, через то, что люди начинают жить по-другому, через то, что люди принимают другие решения, чем когда-то. Не убивают, не предают, не продают, не оставляют в бедствии, а принимают на себя ответственность, говорят правду и вызываются лично заместить того брата, которого хочет удержать при себе Иосиф. Когда Иуда это делает, смотрите, один Иуда, может быть, другие братья сомневались, колебались, во всяком случае они не возразили. Во всяком случае там тоже кто-то наверняка был заводил и сказал, давайте продадим Иосифа, вряд ли они все хором это сказали. То есть вот есть и коллективная ответственность, вот есть всегда такой серый середнячок, который, ну, как все, так и я, да, в одних случаях он, как все, идет и совершает тяжкий грех, в других случаях, как все, он идет и совершает подвиг, и как бы его увлекает вот это вот движение братьев, да, и здесь оно его увлекает к деятельному покаянию. Что Иосифу в этой ситуации остается делать? Испытывать их дальше нет смысла, они прошли испытания, ругать их, рассказывать им, как плохо они поступили, они уже это признали. То есть, смотрите, прощение одновременно, это полное обнуление. Иосиф был уже не в силах сдерживаться при посторонних. «Выйдите все!» – закричал Иосиф. А там египтян много же, да, их это не касается. И никого не было рядом, когда Иосиф открыл своим братьям, кто он. Но рыдал он так громко, что египтяне услышали, и слух долетел до двора фаровано. Рыдал Иосиф. Иосиф рыдал, вот это слезы примирения, слезы соединения со своими братьями. Они, вероятно, были в полном шоке и даже ничего не могли сказать. «Я, Иосиф!» – сказал он братьям. «Что с отцом?» «Отец, чтобы не в силах были вымолвить ни слова». «Подойдите!» – сказал Иосиф. И братья подошли. «О, как много бы я им тут сказал про их поведение!» И много бы раз напомнил впоследствии. Иосиф ни разу этого не сделал. «Это я, Иосиф!» – сказал он им. «Ваш брат, которого вы продали в Египет, но не мучайтесь, не терзайте себя за это». Вот тогда, когда человек себя обвинил, когда он сделал иной выбор, тогда ему Бог говорит, не терзай себя за это, я тебя простил. «Ведь Бог послал меня сюда, чтобы спасти вам жизнь. Вот уже два года, как длится голод, и еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы». Значит, это после этого сна фараона 7 плюс 2 – 9. «Бог послал меня сюда прежде вас, чтобы ваш род уцелел на земле, уцелел и стал многочисленным. Не вы, Бог отправил меня сюда и сделал так, что я стал фараону отцом, господином над всем, что ему принадлежит, и правителем всей земли египетской. Не вы меня продали?» Это как, они что, его не продали? Нет, вы меня, конечно, продали, но это не важно. Бог меня отправил сюда. Помните, в истории Акова у нас было много этих двойничных мотивов, да? Вот есть божественный замысел, который двигает историю вперед, а есть страстишки, выгоды, расчеты, делишки и всякое прочее, которые без конца у людей происходят. Но как-то так получается, что они в ту же сторону направлены, что они не противоречат замыслу, а наоборот его продвигают. Вот загадочным образом, но продвигают. И он говорит то же самое. «Бог меня сюда отправил, чтобы вас спасти. Сделал меня правителем всего Египта. То есть все хорошо на самом деле. Вы сделали плохо, но Бог сделал хорошо. Не думайте больше об этом. Вот смотрите, есть покаяние как деятельность, а есть принятие покаяния как полное прощение, да? Вот не упрекая, не говоря ничего, не напоминая об этом. «Спешите к отцу, скажите ему. Так говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Немедленно приходи ко мне. Ты поселишься вблизи от меня в земле Гошин, вместе с сыновьями и внуками, вместе со всеми стадами и со всем своим добром. Там я устрою твою жизнь так, что ни тебе, ни твоей семье, ни твоему скоту ни в чем не будет нужды, потому что впереди еще пять лет голода». «Смотрите же, — воскликнул Иосиф, — смотри, Вениамин, брат мой, ведь это я, я говорю с вами». Вениамина он опять выделяет, да? Ну, а теперь уже это, кажется, не страшно. «Ведь это я, я говорю с вами. Расскажите отцу, как велик я и славен в Египте. Расскажите про все, что увидели здесь, и скорее приводите сюда отца». Не то чтобы это хвастовство, это же Бог его сделал. Он говорит, вот что Бог сделал нам, даже не мне лично. «Он обнял Вениамина, своего брата, и зарыдал, и Вениамин рыдал, обнимая его. Потом, рыдая Иосиф, расцеловал остальных братьев, и начались разговоры». Наверняка было о чем поговорить. И смотрите, он опять выделяет Вениамина. Вот все-таки это родной его братишка, все-таки самый младший, самый такой, наверное, любимый. И вот здесь уже перед нами не дерзкий мальчишка, каким Иосиф предстает в начале истории о нем, да, который всем свои сны рассказывает. И очень уверенный в себе человек, который умеет сдерживаться, который умеет выстраивать тонкую интригу, но не забыл, как чувствовать. Который не стесняется своих особых чувств к одному из братьев. И весть о том, что к Иосифу пришли братья, долетело и до двора фараона. Фараоны его приближенные были рады, ну, еще бы у них Иосиф на хорошем счету, и фараон сказал Иосифу, «Вели братьям навьючить своих ослов, идти в Ханаан, чтобы привезти сюда отца и свои семьи. Я дам им все самое лучшее, что есть в Египте. Пусть наслаждаются изобилием нашей земли. Вели им взять в Египте повозки для детей и женщин. Пусть они с собой привезут отца. А об оставленном имуществе им гревать не стоит. У них будет все самое лучшее, что есть в Египте». Ну, фараон у них щедрый человек, тем более, что Иосиф всем заправляет. Собственно, ему ничего не стоит давать широкие обещания. Все равно Иосиф будет их исполнять. Вот тоже тут есть такая некоторая ирония все время про эту египетскую власть, которая вот щедрано посула. «Так и сделали сыновья Израиля». Иосиф дал им повозки, как и велел фараон, а также еды на дорогу. Каждому новую одежду. Вениамин он дал 300 шейклей серебра и 5 новых одежд. Продолжают выделять. А вы не забывайте, что любимчики-то бывают на свете. Вот вы не думаете, что всем людям достается одинаково. Справедливости нет. «Если бы я был справедлив, — говорит Иосиф, — вы бы все сидели сейчас в тюрьме в моей за свои былые грехи». Бывает милосердие. А вот милосердие, оно каждому по-своему. Оно не общим каким-то стандартам. «Отцу он послал на десяти ослах все, чем богатая египетская земля. Ответно, да? А на десяти ослиться хлеб, зерно и прочее продовольствие на дорогу. Идите, не бойтесь, — сказал он братьям на прощание. Они покинули Египет и вернулись в Ханаан к отцу». А тут еще один маленький эпизод, без которого, в принципе, можно было бы обойтись и сказать. И потом они, забрав Якова, приехали в Египет. «Но Иосиф жив, — сказали они Якову, — он теперь правит всем Египтом. Замерло у Якова сердце, он не мог поверить. Но сыновья пересказали ему слова Иосифа, и он увидел своими глазами повозки, которые Иосиф прислал, чтобы забрать его. И, воспрянув духом, Израиль сказал, «Довольно, так Иосиф мой сын жив, пойду, увижу его перед смертью». Вот смотрите, он даже не верит своему счастью. Вот Яков, который все время на протяжении жизни старался выгадать что-то, выстроить какую-то схему, каким-то образом исправить то, что ему казалось неправильным устроением его жизни, вот первенство выторговать у брата. Он сейчас просто боится даже принять то, что для него само сделалось так, как ему хотелось бы. Вот как меняется характер, вот как, может быть, меняется его отношение к жизни после того самого таинственного поединка с незнакомцем, когда он добился того, чего хотел, и понял, что, в общем-то, это была борьба с Богом. И поэтому, может быть, пора прекратить, может быть, тогда будет все более прямыми путями, даже там, где он ничего не предпринимает происходить. Ну и в 46-й, конечно же, они переселятся в Египет, и на этом еще даже история про Иосифа и его братьев не закончится.